По текущим ставкам на вторичку, при стоимости квартиры в 10 миллионов, при первом взносе 20 процентов, платеж будет 120 тысяч. Аренда такой квартиры будет стоить 40. Все очень просто, прям прозрачно, до ужаса. Это он говорит о Москве, да? Это я говорю о Москве. В регионах это соотношение немножко меньше. В регионах, оно может плясать. То есть в Москве это X3, где-то X2, где-то X2, где-то X2, где-то X2, где-то вот так. Действия потребителей. Зная это, они что сделают? Что предпочтут? Там очень много может быть вариантов. Во-первых, надо понимать, что у нас разница между первичкой и вторичкой где-то 40-50 процентов. То есть надо тоже понимать, на что мы смотрим. Мы смотрим на готовое жилье, на вторичку или на новостройки. Потому что в новостройке надо закладывать и стоимость ремонта, если он нужен будет, и период ожидания, пока это все дело построится, и период регистрации. И нужно понимать, что если мы захотим это резко продать, по шелчку у нас это сделать не получится. Потому что продавать мы будем уже вторичное жилье. То есть мы автоматом теряем 20-30 процентов с этой стоимости. Соответственно, огромное количество людей уходит в ожидание. В ожидании уходит в аренду. Из-за этого падает количество предложений на арендном рынке, по которому тоже фиксировались исторические минимумы. Причем летом, когда в принципе это не сезон. Это не сезон. На ЦИА не падало предложение где-то в полтора, там в 1,7 раза. Причем оно примерно таким же сейчас и остается. И люди уходят в аренду, потому что понимают, что сейчас это выгоднее. Это лучше и выгоднее. Можно просто пару лет переждать, посмотреть на то, что будет с ключевой ставкой, посмотреть на то, что будет с рынком, в принципе, и уже двигаться исходя из этого. Думаю продавать недвижимость. Правда ли, что квартира в строящемся доме, которая покупается в программе льготной ипотеки по завышенной цене, перейдя в разряд готового жилья, сразу может потерять до 30% от стоимости? Ну, я бы не был столь подегоречен, что прям 30% она потеряет. То есть тут нужно понимать, если человек покупает именно на стадии котлована, то вне зависимости от внешней конъюнктуры, просто из-за того, что дома нету, дом построится, квартира в любом случае прирастет в рублях, если мы говорим. Вот, поэтому купив на этапе котлована квартиру по минимальной стоимости на сегодняшний день, соответственно, потом он ее продаст с, скажем, прибавкой к цене покупки, ну, там, в зависимости уже от внешних факторов, где-то в районе 20%. Продолжение следует...